Кора, листья и ствол. Вот мои документы. Как оказалось, настоящий паспорт может получить дерево. На месте прописки парк культуры и отдыха «Зелёный остров». Близится масштабное благоустройство территории. Сейчас на повестке снос и кронирование местной растительности. Из ствола древесины. А я хочу обратить внимание, что тот ствол, который вы берёте, он кронированный. Естественно, он прогнил сверху. Вот этот ствол здоровый. Неравнодушные амичи лично инспектируют аварийные деревья. Городской центр компетенции организовал публичную встречу. Под снос определили 92 объекта. Внутри пустые, снаружи трухлявые. Такие деревья представляют опасность. Вообще это место парковое. Парка без деревьев не бывает. Было несколько групп. В них были и специалисты, и те, кто здесь живёт, те, кто пользуется «Зелёным островом». Все отмечали в первую очередь необходимость сохранения здесь зелёной парковой зоны и сложившегося здесь исторический ландшафт. Елена Завьялова уже давно интересуется благоустройством городских пространств. «Зелёный остров» волнует особенно. Живёт неподалёку. Активистка вспоминает жаркие споры вокруг проекта «Дендросада». Таких разногласий здесь не хотят. Нету пока, к счастью, может быть, вот такого негативного какого-то опыта вообще. То есть мы стараемся работать открыто, поскольку это действительно городская публичная территория. То есть поэтому мы, собственно говоря, все наши действия мы показываем заинтересованным лицам. То есть что мы собираемся делать, зачем, почему, то есть чем это обусловлена эта необходимость. Ну, как бы, показываем объективное состояние. Дирекция парка подобные встречи устраивает не первый раз. Однако именно сейчас вопрос привлекает внимание. В конце апреля стартовали работы по благоустройству зелёного острова. Этих перемен сердца мечей требовали давно. Но после скандала вокруг «Дендросада» местные жители насторожились. Пока конфликтов на объекте нет, но общественники держат ухо востро. Комиссия по сносу аварийных деревьев пройдёт в конце мая. К работе приступят летом. Спиленную растительность обещают компенсировать.